Евангелие от Луки, глава 1. Водни Ирда, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. А однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кодильного. Захария, увидев его, смутился и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родить тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и духа святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорив им образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ, я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможность говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, а имя же Деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слова его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царства его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот и Елисавета родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала, «Все, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в Одиссии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала, «Благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария, «Велищит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что призрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святое имя его, и милость его вроды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой. И Лисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захария. На это мать его сказала нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы с именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал, Иоанн, имя ему. И все удивились. И тотчас разрешили с уста его, язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своим и говорили, что будет младенец сей. И рука Господня была с ним. И Захарий, отец сего, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего. Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь перед лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу и его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертные, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Луки, 2 глава. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилея, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и сперенала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь». «И вот вам знак! Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях!» И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение!» Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем, Вифлеем, и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь!» И, поспешив, пришли, нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце семь. И все, слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии восьми дней, когда надежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом, прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни ощущения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающего же сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубинных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии и матери его, «Се, лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе само оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорби искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Евангелие от Луки, 3 глава В пятнадцатый же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп брат его четверовластником в Ятурее и Траханицкой области, а Лисане четверовластником в Велинее. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий Киану, сыну Захария в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, «Гластво пьющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам!» «Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревь лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ, «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли и мытари креститься, и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его та же и воина, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, найдет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житнесу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, получая его. Ирод же четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду жену, брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение!» Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, сын Иосифов, Илеев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Матафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нириев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Илеезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Илеакимов, Мелиаев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Воозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Иесромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Аврамов, Фаррин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Луки, 4 глава. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. И сказал ему дьявол, «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана! Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, а ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу порока Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить ему, «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учения его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий!» Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему, и напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят! И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона, теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она точно встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских Луки, пятая глава. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболову, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный!» Ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого лова рыб ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищем Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков!» И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и увидев Иисуса, пал вниз, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить!» Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очистить!» И тотчас проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву защищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилея и Иудея из Иерусалима, и сила Господней являлась в исцелении больных, вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постели на средину преда Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои?» Или сказать, «Встань и ходи!» Но, чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному, «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он точно встал перед ними, взял на чем лежал и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне. После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Они же сказали ему, почему ученики Иоанна упастятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Присем сказал им притчу, никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то и другое. И никто пив старое вино не захочет тотчас молодого, ибо говорит старое лучше. Евангелие от Луки 6 глава. В субботу первую по втором дне Пасхи случилось ему проходить засеянными полями и ученики его срывали колосси и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы? Иисус сказал им в ответ, разве вы не считали, что сделал Давид, когда взалкал самые бывшие с ним? как он вошел в дом Божий, взял хлебы и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал бывшим с ним. И сказал им, сын человеческий есть господин и субботы. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелить ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на середину. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить. Они молчали. И посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. А они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева и Иуда Искариота, который потом сделался предателем. И сойдя с ними, стал он на ровном месте и множество учеников его, и много народа и все иудеи и Иерусалимы и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть царствие Божие! Блаженны алщущие ныне, ибо насытитесь! Блаженны плащущие ныне, ибо вас смеетесь! Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого! Возрадуйтесь в тот день, и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах! Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам богатое, ибо вы уже получили свое утешение! Горе вам присыщенные ныне, ибо взалчите! Горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете! Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их! Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударившему тебя по щеке подставь другую, и отнимающему тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку, всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, и если любите любящих вас, какая вам зато благодарность, ибо и грешники любящих их любят, если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность, ибо и грешники тоже делают, и если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, что вы получите обратно столько же, но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным и злым, и так, будьте милосерды, как и отец ваш милосерд, не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете, давайте, и дастся вам, меры доброю, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лона ваша, ибо какое мерою мерите, такое же отмерится и вам, сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму, ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий как учитель его, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь, или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смог в стерновниках и не снимает винограда с кустарника, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца что вы зовете меня господи господи и не делайте того что я говорю всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои исполняющий их скажу вам кому подобен он подобен человеку строящему дом который копал углубился и положил основание на камни почему когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом то не могла поколебать его потому что он основан был на камне а слушающий и не исполняющий подобен человеку построившему дом на земле без основания который когда наперла на него вода тотчас обрушился и разрушение дома сего было великое лук 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 седьмая глава когда он окончил все слова своих слушавшему народу то вошел в капернаум у одного сотника слуга которым он дорожил был болен при смерти услышав об иисусе он послал к нему иудейских старейшин просить его чтобы пришел исцелить слугу его и они придя к иисусу просили его убедительно говоря он достоин чтобы ты сделал для него это ибо он любит народ наш и построил нам синагогу иисус пошел с ними и когда он недалеко уже был от дома сотник прислал к нему друзей сказать ему не трудись господи ибо я не достоин чтобы ты вошел под кров мой потому что я самого не почел я достойным прийти к тебе но скажи слово и выздороветь слуга мой ибо я и подвластный человек но имея у себя в подчинении воину говорю одному пойди и идет и другому приди и приходит и слуге моему сделай то и делает услышав сие иисус удивился ему и обратившись сказал идущему за ним народу сказую вам что и в Израиле не нашел я такой веры постаны возвратившись в дом нашли больного слугу выздоровевшим после сего иисус пошел в город называемый наин и с ним шли многие из учеников его и множество народа когда же он приблизился городским воротом тут выносили умершего единственного сына у матери а она была вдова и много народа шло с нею из города увидев ее господь жалился над нею и сказал ей не плачь и подойдя прикоснулся к кадру нежные остановились и он сказал юноша тебе говорю встань мертвый поднявшись сел и стал говорить и отдал его иисус матери его и всех объял страх и славили бога говоря великий пророк восстал между нами и бог посетил народ свой такое мнение о нем распространилось по всей иудее и по всей окрестности и возвестили иоанну ученики его о всем том иоанн призвав двоих из учеников своих послал к иисусу спросить ты ли тот который должен прийти или ожидать нам другого они придя к иисусу сказали иоанн креститель послал нас к тебе спросить ты ли тот которому должно прийти или другого ожидать нам а в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов и многим слепым даровал зрение и сказал им иисус в ответ пойдите скажите иоанну что вы видели и слышали слепые прозревают хромые ходят прокаженные ощущаются глухие слышат мертвые воскресают нищие благовествуют и блажен кто не соблазнится о мне подшествие же посланных иоанном начал говорить к народу об иоанне что смотреть ходили вы в пустыню трость ли ветром колеблемую что же смотреть ходили вы человека ли одетого в мягкие одежды но одевающиеся пышные роскошно живущие находятся при дворах царских что же смотреть ходили вы пророка ли да говорю вам и больше пророка сей есть о котором написано вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим который приготовит путь твой пред тобою ибо говорю вам изрожденных женами нет ни одного пророка больше иоанна крестителя но меньше в царстве божием больше его и весь народ слушавший его и мытари воздали славу богу крестившись крещением иоанновым а фарисеи и законники отвергли волю божию о себе не крестившись от него тогда господь сказал с кем сравню людей рода сего и кому они подобны они подобны детям которые сидят на улице клещут друг друга и говорят мы играли вам на свирели и вы не плясали мы пели вам плачевные песни и вы не плакали ибо пришел иоанн креститель ни хлеба не ест ни вина не пьет и говорите в нем бес пришел сын человеческий ест и пьет и говорите вот человек который любит есть и пить вино и другие мытари и грешники друг мытарям и грешникам и оправдана премудрость всеми чадами ее некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи и он войдя в дом фарисея возлег и вот женщина того города которая была грешница узнав что он возлежит в доме фарисея принесла лавастровый сосуд с миром и став позади у ног его и плача начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей и целовала ноги его и мазала миром видя это фарисей пригласивший его сказал сам себе если бы он был пророк кто знал бы кто и какая женщина прикасается к нему ибо она грешница обратившись к нему иисус сказал симон я имею нечто сказать тебе он говорит скажи учитель иисус сказал у одного взаимодавца было два должника один должен был пятьсот динариев а другой пятьдесят но как они не имели чем заплатить он простил обоим скажи же который из них более возлюбит его симон отвечал думаю тот которому более простил он сказал ему правильно ты рассудил и обратившись к женщине сказал симону видишь ли ты эту женщину я пришел в дом твой и ты воды мне на ноги не дал а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла ты целования мне не дал а она с тех пор как я пришел не перестает целовать у меня ноги ты головы мне маслом не помазал а она миром помазала мне ноги а потому сказываю тебе прощаются грехи ее ноги за то что она возлюбила много а кому мало прощается тот мало любит ей же сказал прощаются тебе грехи твои и возлежавшая с ним начали говорить про себя кто это что и грехи прощает он же сказал женщине вера твоя спасла тебя иди с миром с твоей твоей твоей